МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто из вас просидит под водой дольше, тот и победил. Человек, умерший, является победителем. Да, вздохнувшись. Снимаем микрофон, одежду и заныриваем в басик. Саня, наконец-то! Наш конкурс! Спорт! Вот не зря я всю жизнь смотрел спортивный канал. Спорт это сила, мусь! Да, муся, муся. Ваня, спокойненько снимай, погружается. Аккуратно. А, заложненько! Саня, держи. Не смейся. Почему, Ваня, в термобелье постоянно? Ой, ребятушки. Итак, наши титаны спорта готовы. Мы одновременно, да? Да, погружаемся по команде. Жень, ты готов? Да-да-да, подожди, мне нужен упор. Все? Тихо! Это уши болят. Да, это он дебедитирует. Не-не, у меня уши. Да-да-да, как только кончилось дыхание, вылезаем. Мы ждем последнего, пока не вылезет последний. Давайте, три, два, погрузились. Давайте, лягушки нашли. Ой, а что с Ваней? Что, Вань? Все? Ваня у нас отказывается играть в этом конкурсе. А что случилось? Почему? Не знаю. Вань, ты решил дать ребятам шанс, ты же самый спортивный. Мы вообще, все расчеты были на тебя. Дима, продержись, пожалуйста. Всплываю. Вань, почему ты не стал нырять? А мне не надо свидания. Тебе не надо свидания? Да, мне не надо свидания. Понятно. Молодец. Так, у нас Чуи вылез старым. Андрюха, а ты не угадаешь. Давай, Женя. Так, а ты еще? Погашни, Димура. Ваня, не надо свидания. Так же, как и тебе, садись. Женька, третий. Все, толкните Димку. Все, Дим, ты победил. Дима, 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 мы победили. Ребят, можно сказать? Ребят, только в микрофоне можно говорить. Оля, иди на место, садись. Ура. Короче, у нас есть два победителя. Это Женя и Дима. Они проходят во второй этап. Андрюха, ты старался, ты молодец. Во второй этап. Ты ушел раньше. Вот это да. Можно сказать, Никит? Вот это дыхалка. Никит. Жень, это обязательно? Да. Говори. Я специально вылез пораньше. Я слышал, что вылез Андрей, Ваня, не учат. Потому что Димка, ну, хоть где-то должен выиграть. Ребята, дам. А сейчас мы посмотрим, потому что это не конец. Мы встаем сюда, ребят. Андрюха, ты садись на сундук. Димуля, молодец. Так держать. Жень, иди сюда, вставай рядом с Димой. На дне вот того бассейна находится ключ от этого сундука. Кто быстрее откроет сундук, соответственно, тот и получает всеобщий почет, любовь и уважение. Ключ один. Давайте на старт. Я знаю, дом 2, но уважухи вообще не будет. Внимание, побежали! Дима! Ты что, снова выступаешь? Пусть победит, Валерий. Димочка, давай победы тебе, мой хороший. Не надо Ваню его взламывать. Пусть победит парень. Есть еще? Победил там, где никто не хочет участвовать. Это сильная победа. Не знаю, почему вы встаетесь. Это слабость. Мы встаем. Женька, ты хочешь отобрать ключ, когда Дима придерживайся? Не-не-не, я хочу, потому что, я хочу сказать, потому что на протяжении уже месяца Оля, Рапунцель с Димой жалуются, что их здесь угнетают, что им унижают, им не дают ничего, ни воздуха, ни слова не сказать, ни мнения нет. И в конкурсах не побеждают, и белье он не гладит. То есть дело не в том, что он бегает быстрее тебя. Димонечка, ты молодец, открывай. Нет, я хочу, чтобы победили. Ничего, ничего, не обращай внимание. Все честно, все честно. Ты заслуживаешь победы. Да, абсолютно. Женька бы проиграл. Абсолютно верно. Итак, Дим, поздравляем, это твоё. А что там? То есть Олина. Иди сюда. А, браво. Вот это да. Вот это приз, а. Вот это букет шикарный. А на правом месте свидания в спадах. Да, вот это была моя смерть вообще. Спасибо тебе, что ты победил. И меня порадовал. Здравствуйте. Молодцы, ребят. Ты так старался. Ты же такой большой молодец. Дим, ты, конечно, выиграл этот конкурс, но почему-то остальные просто отказались бороться. Нет, я боролся. Андрей боролся. Ваня вышел сразу же. Женя даже не побежал. Нет, ну я чувствовал. Дим, как думаешь, почему это так происходит? Нет, я чувствовал, что Андрей боролся, потому что я услышал, что он начал всплывать. Да, да, да. То, что Ваня, я не знаю почему. Он не хочет быть свидания. Там не было свидания, там цветы были. Шикарные. Ну я думал, что мне придется с Ваней больше побороться, чем с кем-то либо. Жень, скажи в лицо, Диме, почему ты не стал бежать? Ну, две причины. Во-первых, когда ты сказал, что я занял второе место, у меня есть рамка, я на этом останавливаюсь. А во-вторых, Дим, ты на протяжении месяца, я сказал, Оля, говоришь о том, что тут гнобят, унижают, не дают вам жизни. Я сегодня приехал, мне ребята рассказывают, что вы целый день сидите в бунгало. Мы сегодня купаемся. Вот, не выходите. Ну да, пока все спят. Каждый день купаемся. Поэтому я считаю, что вам стоит один раз уступить. Что, не надо, он бы проиграл бы. Которую ты почему-то по какой-то причине не можешь заказать уже несколько лет. Дима, не можешь. Не слушай, Дима победил. Ты хочешь поблагодарить Женю и всех остальных за то, что дали возможность тебя победить? Нет, нет. Я хочу, секунду, секунду. Позор, позор. Нет, я хочу, чтобы в следующий раз другая борьба была, чтобы ребята не сходили из дистанции, потому что я хочу на равных участвовать с мужиками, да? И чтобы не было такого, чтобы кто-то уступал. Ну слушай, ребят, у нас впереди шесть дней спортивных состязаний. Я всех поздравляю. Готовимся к завтрашнему дню. Спасибо, братишки. Надо было за второе место прогулку на вертолете. Спасибо. За что спасибо? Потому что Дима победил. Спасибо. Потому что он справился с заданием. А вы халтурите. Да отстань от нас. Оль, отстань от нас. Победили, молодцы. Не, ну что ты халтуришь, Вань? Зачем сдаваться? Нет, так вы же победили, радуйтесь, побили. Нет, вы сдались.